Привет, друзья! В прямом эфире на телеканале Беларусь-2 ваш любимый молодежный интерактивный проект Пин-Код. И ближайшие 52 минуты вы проведете в нашей компании Илона Камоско и Жан Синкевич в студии. Да, учебный год только начался, нововведение и не только в образовании предостаточно. Поэтому предлагаю именно этой теме и посвятить сегодняшний эфир. Отлично, друзья! Но если вы тоже хотите стать участником нашей программы, то прямо сейчас берите в ручки свой смартфон и камеру наводите в правый нижний угол экрана. Тут появился QR-код, наведя камеру на который вы сможете попасть прямиком в наш телеграм-канал. Потому что там мы сегодня попросили пройти вас опрос. Вы за высшее образование или против? И аргументируй свою точку зрения. Ну а пока вы пишете свои комментарии, я предлагаю посмотреть, что наша большая творческая команда подготовила для вас в этом выпуске проекта Пин-Код. Стартуем! Сегодня в программе. Зарабатывать миллионы, играя в компьютерные игры? Легко! Докажет Матвей Ильичонок. Стоит ли тратить годы жизни на высшее образование в 21 веке? Обсудим в студии. Мама говорит, что в книгах все ответы. Проверим эту теорию на практике. Это Пин-Код. Смотри, не пропусти. Да, кажется, совсем недавно стартовал новый учебный год. Летние каникулы остались позади. И вот, Илон, расскажи, какие твои впечатления? Ты стала уже старшеклассницей, поэтому какие ощущения? Изменилось ли что-то? Ты знаешь, на самом деле, мне очень нравится быть старшеклассницей. Это такое, знаешь, классное ощущение, когда ты проходишь по коридорам, и ты как бы старшеклассница, либо же старшеклассник. Мне очень нравится. Но есть одно важное но. Прежде чем вообще, в принципе, стать старшеклассницей, нужно сдать выпускные экзамены после девятого класса. Это были мои не самые первые экзамены. Первые были после четвертого. Но ты знаешь, к экзаменам после девятого я готовилась очень-очень долгое время. И для меня было прям важно сделать все идеально и сдать экзамены хорошо. Поэтому было волнительно. О, знаешь, я свои первые экзамены тоже, на самом деле, помню, потому что вот постоянно накручивали, что тебе очень важно сдать эти экзамены. Я сам не понимал, почему мне их так важно сдать, потому что мне большинство людей рядом со мной говорили, что очень надо, очень надо, а почему не объясняли. Но на самом-то деле, ребят, в этом году огромное количество нововведений, про которые мы хотим поговорить. К примеру, с этого года для учеников девятого класса совершенно другие правила поступления в старшие классы школы и гимназии. Теперь к обучению в десятом классе допустят только тех, у кого средний балл не ниже семи, а по профильным предметам в аграрные классы не ниже шести. И только если останутся места, то будут добавлять дополнительный набор тех ребят, которые обладают общим баллом ниже пяти. Но ты знаешь, насколько я знаю, есть и упрощенная система поступления в старшие классы для некоторых учеников. Например, вне конкурса примут победители заключительного этапа Республиканской Олимпиады по учебным предметам. Это должны быть диплом первой, второй или же третьей степени. Но также нововведения нужно сказать, что коснуться и поступления после девятого класса стал особый уклон на примерное поведение учеников. То есть теперь оказывается, для того, чтобы поступить, либо пойти дальше, получать образование, еще нужно себя предыдущее энное количество лет хорошо вести. Все верно, потому что министерство образования отметило, что к участию в конкурсе не допускаются лица, имеющие по результатам годовой аттестации в учебном году в предшествующем году приема зачисления неудовлетворительную оценку поведения. Но на самом деле нововведения коснулись не только девятиклассников. Есть изменения и у старшеклассников, у тех, кто учится в одиннадцатом классе. Подробнее об этом расскажет наш гость, который появится в студии сразу после рекламы на телеканале «Беларусь-2». Поэтому есть ощущение, что будет очень интересно. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Реклама пролетела незаметно. Напомним, в прямом эфире на телеканале «Беларусь-2» молодежный интерактивный проект «Пин-код». И сегодняшние фирмы начали с важной темы на уведение в образовании, на уведение в поступлении и у тех, кто учится в школе. Именно поэтому мы сегодня решили пригласить в студию человека, который точно знает ответ на все вопросы про нововведения. Давайте знакомиться. У нас в гостях Сергей Антонович Каспирович, начальник главного управления профессионального образования. Добрый день. Здравствуйте. Сергей Антонович, здравствуйте. Насколько мы знаем, с этого года никаких ЦТ для одиннадцатиклассников. Так что ура или может не ура? Радоваться или не радоваться? Ну, на самом деле, давайте так. ЦТ – это та форма поступления, приема абитуриентов в ВУЗы, которая у нас функционировала на протяжении ряда лет. Действительно, если та концепция, которая разработана в министерстве самообразования, будет реализована в жизни, а суть ее состоит в том, что выпускники одиннадцатых классов будут сдавать так называемый централизованный экзамен. Фактически, это возможная форма итоговой аттестации. Ну, предположим, два предмета. Это могут быть разные предметы – русский или белорусский по выбору, профильный предмет. Фактически, в результате мы получаем оценки, которые учитываются при выставлении оценки в аттестат. Это одно назначение централизованного экзамена. И второе – получаем сертификаты сразу, без ЦТ. То есть выпускник школы имеет на руках сертификаты централизованного экзамена, которые принимаются в ВУЗы в качестве итоговых испытаний. Да, это, собственно говоря, для тех, кто оканчивает школу. Однако, повторюсь, эта форма итоговой аттестации одновременно со вступительными испытаниями, она, в общем-то, продолжает отрабатываться на сегодняшний день в Министерстве образования. А вот этот вот экзамен, да, он где будет сдаваться? На базе школы в каком-то отдельном нейтральном месте? Опять же, тот подход, который является доминирующим на текущий момент, говорит о том, что нет, будет проводиться в форме тестирования на базе вузов, колледжей, иных учреждений, то есть организованно, централизованно, собственно говоря, и объективно. Вот. Все-таки централизованный экзамен с этого года будет впервые проводиться. А в чем отличие между ЦТ и ЦЭ? Фактически по содержанию это абсолютно одинаковые задания, абсолютно одинаковые структурно, с точки зрения уровня и сложности. Однако, по своей сути, повторюсь, централизованный экзамен это, в первую очередь, возможная форма итоговой аттестации, со второй опцией это возможность предоставления результатов в вуз в виде сертификатов, централизованный экзамен. А ЦТ это всего лишь та форма, которая действовала на протяжении многих лет, это форма только лишь вступительного вуза. По выбору, по желанию, не хочу в вуз у вас, действительно, эта тема сегодня будет, я так понимаю, обсуждаться и дальше. ЦТ мне не нужно. А ЦЭ, если это будет реализовано в той концепции, о которой мы говорим, это обязательная форма в первую очередь итоговой аттестации в школе, выпускных экзаменов, если хотите, которая, с одной стороны, мы полагаем упростить жизнь выпускникам, одновременно абитуриентов в вузах, но по содержанию будет идентично ЦТ. То есть, получается, не будет тестов, да, и нужно будет решать задачи, больше точечно подходить, и нельзя будет натыкать. Вы в целом правы. Значит, сейчас в ЦТ, наверное, многие знают, есть часть А и часть Б. Часть А есть готовые варианты, нужно выбрать правильные, однако мое устойчивое мнение все-таки стоит в том, что натыкать можно на крайне низкий балл. Ну, если есть еще везение, но мы об этом сегодня говорить не будем, это не тема нашего разговора. Мы планируем существенно, у нас есть Республиканский институт контроля знаний, который занимается активно этой темой, увеличить часть Б, где нужно решить задачи и, в общем-то, правильный вариант сформулировать, вписать, а часть А существенно снизить, где есть варианты выбора. А что делать ученикам, да, вот этот сертификат, который им вручают, он сколько лет действует? Предполагается, что здесь будут реализованы подходы абсолютно симметричные ЦТ, то есть два года. Два года. А может они вообще будут пересдать в случае чего ЦЭ? Ну, по сути, это, собственно говоря, форма итоговой аттестации, поэтому здесь передача как таковая не предусматривается. Однако, если давайте смоделируем ситуацию, выпускник школы не поступил со своими результатами ЦЭ в ВУЗ, то, соответственно, через год ему никто не мешает сдать ЦТ, потому что ЦТ, в общем-то, это та форма, которая позволяет поступить в ВУЗ, это форма вступительных испытаний, которые могут пройти выпускники прошлых лет. А вот бывшие выпускники, которые являются выпускниками колледжей, для них централизованное тестирование. Для при желании, естественно, это не обязательная форма, повторюсь, это при желании дальше продолжать обучение в ВУЗе, получать высшее образование, при том не по родственной, например, по иной специальности, потому что, вот скажу важную вещь, выпускники колледжа имеют право поступать на родственные специальности, профильные, для получения высшего образования по несколькой иной траектории, по внутренним вступительным, по тем предметам или дисциплинам, которые они изучали в колледже. Ну вот централизованное тестирование, конечно, можно ругать, можно хвалить, да, тут сколько людей, столько мнений. Вот скажите, пожалуйста, раньше все-таки из года в год некоторые вопросы могли повторяться, да, и ты мог подготовиться к новому централизованному тестированию, основываясь даже на книжках, которые выпускали через год. Я так понимаю, что с централизованным экзаменом такого не будет? Есть такое выражение «повторение мать учения», собственно говоря, освоение знаний – это очень часто и повторение. Поэтому, конечно же, задания разрабатываются постоянно, новые обновляются, но мы знаем, что школьная программа, тематика, в общем-то, они не меняются каждый год. Поэтому действительно по ЦТ и по ЦЭ, в общем-то, ну, можно будет себя подготовить, опираясь на материалы, на задания, которые, собственно говоря, были в прошлые годы, тренироваться на материалах ЦТ прежних лет. Ну, конечно же, усердно работать в школе по освоению предметов. Сергей Антонович, раньше, накануне централизованного тестирования, всегда проводились репетиционные тестирования. А сейчас будет ли такая возможность? Да. И могу сказать, что, учитывая тот факт, что ЦТ и ЦЭ в данном случае понятие идентичное с точки зрения подготовки 11-классников, либо выпускников прошлых лет, то репетиционное тестирование будет проводиться, скажем так, одновременно и для подготовки к ЦТ и к ЦЭ. Соответственно, планируемый старт – это октябрь для очных этапов, когда в стенах учреждения образования можно прийти, потренироваться, как говорится, полное погружение. То есть контроль, вход, выход, отсутствие средств, скажем так, которые запрещены. Либо можно потренироваться в дистанционном формате. Здесь уже через сайт РИКСа, Республиканский институт контроля знаний, доступны такие формы тренировок. Но, однако, здесь есть определенная степень самостоятельности абитуриента, который, конечно же, должен стремиться создать максимально приближенное к реальным условиям ситуации. То бишь, не ложить рядом учебники, четко и честно отвечать на задания. Тогда результат тренировки будет, с моей точки зрения, наиболее показателен, объективен, и такая тренировка будет наиболее результативна. Сергей Антонович, я бы хотел, наверное, подчеркнуть ваши слова, что вы сказали, что с октября можно будет и будет возможность у будущих абитуриентов, выпускников как раз-таки потренироваться. Это очень важно, прийти в помещение, действительно пройти еще раз этот контрольно-пропускной пункт, посмотреть, как располагаться в аудитории. То есть все составляющие, которые психологически, уже когда непосредственно будет сам централизованный экзамен, вы подойдете, и ваша голова будет думать только о самих вопросах, о самом экзамене, а не о том, забыл ли ты задать телефон, направлен ли ты сел, а взял ли ты с собой ручку. Поэтому обязательно приходите на репетицию централизованного экзамена. Абсолютно точно. Сергей Антонович, спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию и рассказали очень важные пункты. Возможно, кому-то разложили все насущные вопросы по полочкам, и кто-то уже понял, что же их ожидает на предстоящем централизованном экзамене. А я напоминаю, что у нас сегодня в студии был начальник главного управления профессионального образования Сергей Антонович Каспирович. Ну, Сергея Антоновича, мы, конечно, не спрашивали за высшее образование или против в 2022 году, потому что есть ощущение, что все-таки ответ будет как раз-таки положительным. Но мы во второй части программы хотим затронуть, устроить дискуссию и поговорить на тему того, действительно необходимо ли, как считают гости, которые к нам будут приходить, высшее образование в 2022 году. Дело в том, что есть очень много профессий, где, казалось бы, высшее образование не так сильно необходимо. К примеру, киберспорт – это такая инновационная отрасль, в которой не требуется высшее образование, а киберспортсмены зарабатывают довольно-таки неплохие деньги. Все подробности о киберспорте знает наш корреспондент Матвей Личонок. Прямо сейчас, Матвей, тебе слово. Раньше компьютерные игры существовали для развлечений, но в какой-то момент геймеры поняли, что побеждать друг друга просто так становится неинтересно и стали проводить небольшие турниры, добавив призовой фонд. Вот тут-то и начался ажиотаж вокруг киберспорта. Ведь зарабатывать играя в любимую игру хотели все. Прямо сейчас я хочу сыграть в игру, но не знаю как. Я надеюсь, что мне помогут. Ребята, я хочу сыграть. Расскажите мне, что это, как это и почему это? Ну, это аркадный автомат. Я его создал, вдохновляясь старыми играми. Аркадный автомат – это классический пример ретро-игр, который появился на Западе в конце 80-х. Любой желающий, вне зависимости от возраста, может прийти и попробовать поиграть. Если ему это близко, попробуйте на турнире. Мы планируем создать свою гиберспортивную команду. Правильно ли я понимаю, что если я буду играть в свою любимую игру, я за это заработаю деньги? Это уже как тот же большой футбол, большой хоккей, баскетбол. Это профессиональные зарплаты, контракты, покупка игроков, переход с команды в команды. Это становится спортом, это становится бизнесом. И любой человек, который посвящает этому много времени, тренируется, он может зарабатывать на этом деньги точно так же, как любой футболист, достигший какой-то определенной карьеры, уровня. На мировом уровне это уже очень прибыльно, и это с каждым годом набирает больше оборотов. Между прочим, киберспорт в Беларуси не такой уж и молодой. Зародился он у нас в стране в 2002 году. Оказалось, что у нас есть даже целая федерация киберспорта, которая организовывает различные игровые турниры. А если я вот сейчас корреспондент на телевидении, захочу стать киберспортсменом, вот прямо в эту минуту, что мне надо вот прямо сейчас сделать? Вот встать со стола и сделать? За один день ты не научишься играть как профессионал, но нужно брать своих ребят, собирать пятерых, идти в клуб на турнир и играть в турнир. Чем больше играешь в турниры, тем больше опыта. Признавайтесь, первый раз сегодня играете или... Второй, второй. Второй раз. Как бегать? Ой, по-моему, 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 надо нажать сюда. Да! Почему пришли? По приглашению как блогеру. То есть блогеры, они поддерживают киберспорт, правильно? Я не могу сказать, что я поддерживаю, но я не против, для меня это новинка. У вас есть какой-то опыт в киберспорте? Да, я играл на информатике, на дополнительных уроках в КСГО. Все, я думаю, все делали так же. Стать киберспортсменом, как оказалось, может каждый. Главное упорно тренироваться, постоянно повышать свой навык и заявлять о себе на турнирах. Все, как в обычном спорте. Никогда не сдавайтесь и вас ждет успех. Сегодня весь эфир мы обсуждаем нововведения в образовании. Кажется, порой так сложно поступить в высшее учебное заведение. Хотя, с другой стороны, можно задаваться вопросом, а стоит ли туда поступать, когда рядом так много перспективных, современных профессий, которые не требуют высшего образования. К примеру, тот же киберспорт, про который рассказал Матпей. Да, и таким же вопросом задается наш сегодняшний гость в студии. Друзья, встречайте. У нас в гостях Алексей Стульчиков в прямом эфире пин-код. Алексей, привет. Мы приглашаем тебя. Итак, Леш, привет. Скажи, пожалуйста, какая у тебя есть проблема, какая у тебя есть дилемма, тема, с которой ты пришел к нам в студию? Поделись, пожалуйста. Я сейчас учусь в 11-м классе, и у меня стоит выбор, а идти ли мне дальше на высшее образование или же идти по работе. То есть этим летом я уже работал в ресторане официантом, могу продолжать в этой сфере развиваться, или же идти по моделингу. Я являюсь моделью в агентстве Sigma, и бывают предложения по заграничной работе. Это, получается, Азия, Китай и Южная Корея. Леш, вот расскажи о своих сомнениях, вот про поступление все-таки. Какие аргументы тебя тянут за поступление, и ты такой думаешь, да, надо поступить. А какие против и вызывают у тебя некие сомнения? Ну, за, конечно, это то, что это установленные нормы, и образование высшее никогда не будет неполезным. То есть у меня уже будет всегда работа, в которую я смогу пойти. А против, наверное, то, что вот эти 4-3 года, да, которые я буду изучать, какой-то сферу, в которую я пойду, я могу уже там работать и не тратить лишнее время на это. Самое интересное, что и одна, и вторая сторона мнения имеет место быть, и каким-то образом нужно решаться действительно в твоем возрасте, в 11 классе, куда же идти, либо в работу, либо уже как раз-таки на поступление. Именно поэтому мы решили пригласить к нам в студию людей, которые уже прошли этот опыт и знают ответы на все вопросы. Давайте встречать людей. Это Екатерина Арсиновича уверена, что высшее образование в 21 веке – лишненужная трата времени. А также Александра Шершня, которая считает, что высшее образование необходимо каждому человеку. Встречаем девушек в студии. Привет. Итак, здравствуйте. Ну, собственно, вы понимаете, да, вот проблема, вот решение. Твоя задача – послушать одну и вторую сторону. Давайте дадим высказаться, наверное, в первую очередь вам. Замечательно. Представляю вам слово, Александра. Алексей. Да. Собственно, хочу вам сказать, в первую очередь, конечно же, высшее учебное заведение формирует ваше базовое знание. Она дает вам ту информацию, которую вы не сможете получить больше нигде. А великие умы, кандидаты наук ведут у вас предметы базовые. Это, например, философия, базовый курс психологии, экономики и так далее. И дает вам просто возможность расширить свое мировоззрение и немножко под другим углом взглянуть на привычные вам вещи. Отлично. Екатерина, мы знаем, что вы против большего образования. Почему же? Против, да. Объясню свою точку зрения. Вот все, что перечислила Александра, есть в абсолютно открытом доступе в нашем 21 веке в интернете. Можно спокойно зайти и найти ту информацию, которая конкретно интересна тебе. Да, ее там много. Нужно приложить какие-то усилия, чтобы верифицировать эту информацию. Но все в наших силах. И для этого не обязательно поступать и отучаться, и оканчивать высшее учебное заведение. Хорошо, а у вас-то есть высшее образование? Два. Два высших образования? Подождите, немножко попахивать сюрреализмом. У вас два высших образования, а вы здесь на всю страну в прямом эфире рассказываете, что высшее образование не надо. Да, я объясню. Первое высшее образование я получала в Минском государственном лингвистическом университете. Это был не мой выбор, это был выбор моих родителей. Собственно, поэтому я пошла обучаться, отучилась. И в процессе обучения, опять же, родители увидели во мне таланты к журналистике и порекомендовали пойти на второе высшее в БГУ, на заочную форму обучения. Я не то чтобы была против, но думала, что буду развиваться в этой сфере, и решила попробовать. По итогу, на теперешний момент, ни одно из высших образований мне не пригодилось. Всю эту информацию, которую я получила в высших учебных заведениях, я спокойно могу даже сейчас отыскать в интернете. Ну, пожалуйста, парируйте, если есть чем. Да, насчет информации, которая предоставляется в интернете, все мы понимаем, что есть проблема недостоверной информации. К сожалению, люди не всегда могут вычленить лживую информацию, информацию, которая действительно является верифицированной. Но в университете ты с уверенностью приходишь на пары и понимаешь, что препод тебе врать не будет. Он действительно тебе скажет то, что доказано путем исследований, и расскажет всю правду. А вы сказали, да, я на секунду извините, что в клинике вы сказали высшему человечеству, преподаватели, а зачастую разница между студентом, библиотериантом, который вот только поступил, и профессором колоссальная, там в 50 лет, в 40 лет может доходить, да, они же банально могут друг друга не понимать. И основная проблема, с которой сталкиваются ученики, это то, что им немолодежно, непопулярно объясняют. Это б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б, и так полтора часа, и так четыре года. Действительно, такая проблема существует, я не буду отрицать этого. Недостатки есть везде, но мы должны понимать, что это в первую очередь индивидуальность каждого преподавателя, его какие-то личностные качества, да. Кто-то у нас более холерик, например, по темпераменту, и он любит рассказывать воудушевленно о каких-то очень банальных вещах. Кто-то более меланхоличен, рассказывает очень спокойно, и не вдаваясь в глубокие подробности, да, это есть, это недостаток, но сейчас сегодняшнее образование поддерживает молодых специалистов, которые приходят еще, например, учащиеся в анспирантуре, они преподают у студентов вузов предметы, рассказывают это все очень современно на их языке, вот. И, в принципе, у меня есть очень много примеров молодых специалистов, молодых преподавателей, которые ведут пары просто волшебно. Так, девушки, ну все-таки, мне кажется, Леша еще утонул в сомнениях, поступать ему или нет. Давайте еще будем накидывать вариантов, все-таки за высшее образование или против. Смотрите, у меня уже есть, что за в интернете может быть недостоверная информация, а вот то, что против, найти в интернете можно информацию любую, то есть можно даже не поступать. Что еще? Какие за и против есть? Вот, кстати, опровержение аргумента за, для этого нам, людям, дан эмоциональный интеллект и аналитическое мышление, чтобы вычленять из всей огромной информации в интернете ту, которую нам надо, и ту, которая наиболее подходит нашему мировоззрению, нашим взглядам на жизнь. Плюс ко всему, высшее учебное образование не дает тебе абсолютной гарантии на то, что ты найдешь себе работу, потому что сейчас на всех сайтах поисковых нужен, нужно, нужно. Вот, Витя, если бы у вас было третье высшее образование, вы бы знали, что остается ударение в этом слое? Нужно не высшее образование, а опыт работы. А опыт работы не получается, потому что ты не работаешь, а учишься все это время, и не набираешь этот опыт, а все еще учишься. Ну, в опровержение хочу рассказать о такой вещи, как распределение. Ой, ну вы здесь наступаете на грабли по распределению, да? Если провести опрос, насколько студенты счастливы, когда их на 5 лет отправляют куда-нибудь подальше от столицы, есть ощущение, что больше половины будет говорить, что это не так уж и круто. Когда они уже за эти 5 лет освоились в Минске, нашли профессию не по специальности, они решили, что они будут СММщиками. Сейчас кажется, третий СММщик, если что. Вот, а ему говорят, есть, пожалуйста, в Хойнике. Прекрасный город, ничего не имею против. Во-первых, распределение на 5 лет – это только целевое распределение, то есть ты еще в школе берешь это целевое распределение и знаешь, что ты после университета вернешься туда, откуда ты приехал, в столицу нашу прекрасную. Мечта? Мечта, может быть, для кого-то мечта действительно – это возможность бюджетного обучения, да, это для тех, кто все-таки нацелен на повышение, на получение высшего образования, но не имеет средств, например, и не совсем хорошо сдал централизованную информацию. Ну окей, ну хорошо, даже те же два года. Два года, но это дает опыт, тот желаемый, долгожданный опыт, понимаете, он дает... Жан, говорят, тяжело учение, легко в бою. Да, тем более сейчас, ну как бы, возможность, да, распределяться, вы знаете о том, что нововведение, опять же, распределяться можно только в госучреждения, госучреждения дают запросы в университеты по нужным им специалистам, да, и выстраивается рейтинговая система, и по этой рейтинговой системе самые лучшие места в столице и около нее достаются тем людям, которые очень хорошо учатся, поэтому очень хорошо учатся. У нас есть еще одно за, это распределение. Распределение и возможность получить опыт работы. Ну вот, Илон, а ты как относишься? Ты столичная девочка, да, которая всю жизнь прожила в Минске, а потом после университета тебе говорят, на два года, пожалуйста, куда-нибудь в регион, где плохо ловят интернет, и в Инстаграм не зайдешь. А ты знаешь, зависит от ситуации. Плюс еще уже есть такие понятия, как поступить на бюджет, либо же на платную основу, поэтому это все индивидуально. Леш, что ты думаешь по этому поводу, да, вот мы здесь такую дискуссию небольшую строили, и ты как губка все впитывал. Пожалуйста. Я думаю, отработка это правильно, потому что это вот как раз-таки опыт, про который она говорила, и это есть хорошо всегда. То есть ты с удовольствием после четырех лет обучения в Минске... Я понимаю, да, что это будет период в моей жизни, если я пойду на высшее образование, и это не будет плохим. Даже если ты уже нашел работу и устроился в Минске, где ты получаешь, ну, допустим, там, 3000 белорусских рублей, и тебе говорят распределение в 800. Ну, здесь уже как посмотреть, потому что... Опа! Да, потому что смотря на какую работу ты уже устроился, и можно везде всегда договориться, и если что, ты будешь работать на той работе, которая ты есть в Минске, но ты сможешь поставить на паузу все и сказать, так, ребят, извините, но я еще вроде как наполовину взрослый, мне нужно еще будет отработать, и пойти на ту отработку, которая тебе будет доставлена университетом. Ну, вот Илона сказала фразу такую «тяжело в учении, легко в бою». Да, вам не кажется, что это придумали там наши родители, ну, которым сейчас-то это уже старшее поколение, а современные реалии предполагают, во-первых, более интенсивную форму обучения, то есть мы 4 года учимся, может быть, стоило бы год учиться, и все. Абсолютно согласна, потому что слишком много ненужной, по моему мнению, информации преподносится в университетах в плане того, что на первом курсе обучают всевозможным дисциплинам – социологии, психологии, философии, экономике, политологии. Хотя это важно, важно в этом разбираться, важно это знать, но если ты поступаешь в какой-то определенный университет, на определенную специальность, то по этой специальности нужно обучать абитуриентов, студентов, а не распыляться на все и сразу. Плюс есть опровержение распределению. Так, хорошо, какое? Ребята, которые поступают в высшее учебное заведение на платной основе, этого распределения не получают, собственно, опыта работы у них не будет. Ну, единственное, что ребята поступают на платной, а пласят за них родители, понимаете? Если бы было условие, что ребята сами, первокурсники, оплачивают свое обучение, тогда все было бы по-другому, мне кажется. А так ты поступил, знаешь, что 4 года за тебя родители платят сумасшедшие деньги. Абсолютно. Знаете, мне кажется, нужно все-таки еще чуть-чуть за закинуть документы, потому что пока что у нас почему-то перевешиваемся. Это возможность высшему образованию высказаться, пожалуйста. Давайте что-нибудь. Там обязательно комментарий по поводу распределения после получения платной формы обучения. Оно есть. Если остаются запросы, распределить могут и платников. А по поводу аналитического мышления, все-таки мое мнение, да, психолога, что это навык, который можно развить, и, кстати, благодаря университету он развивается. Да. И хотелось бы немного еще добавить по поводу вообще условий обучения в университете. Они, как по моему мнению, максимально чудесные. Я очень люблю общество, очень люблю общаться, очень люблю социум, поэтому такой формат обучения для меня является наиболее приемлемым. Я обучаюсь в группе, где у меня еще 19 одногруппников. Каждый семинар, даже во время лекции, даже есть такие преподаватели, которые во время лекции дают задания, делят нас на группы. Либо мы разделяемся сами. Мы работаем над какой-то проблемой, придумываем решения, создаем свои проекты. Это очень помогает развить навык работы в команде. Он и сейчас очень востребован у работодателей, да, потому что компании все-таки крупные, есть отделы какие-то функциональные, да, и везде все мы сидим в одном кабинете и работаем вместе. Вот сидим, работаем вместе до того момента, пока у нас не закончились деньги, потому что студент 80% своего времени должен посвящать учебе. Ну, так считают и педагоги, и доказательства. А за есть-то за что? Так это и есть учеба, да, конечно. Выживание? Нет, подождите, в смысле? Ты учишься во время пар, у тебя 4 пары, например, в день. В среднем это занимает 5 часов 20 минут, скажем, да, не считая переменок. Это время ты учишься, получаешь новые знания, нарабатываешь даже практику во время работы, опять же, в команде. После этого, если у тебя есть возможность... Идешь делать домашнее задание. Кстати, вот в университете домашнее задание – это такая не очень распространенная вещь, это все-таки не школа, есть очень большая разница между вузом и школой. Вы не согласны, да, вам давали домашнее задание? Конечно. Нет, домашнее задание, конечно, это 100% их дают, доклады какие-то, да, ты готовишь презентации. В неисполнение тебя ставят либо пропуск, либо недопуск зачетом или экзаменом. Этого домашнего задания, на которое иногда, если ты работаешь для того, чтобы обеспечить себя хотя бы немного, у тебя не хватает времени на его выполнение. И тебя либо не допускают, либо у тебя перезачеты, пересдача экзаменов и, в общем, проблемы. Честно, я не знаю, какие преподаватели у вас вели пары, но у меня максимально прекрасный преподавательский состав, с которым можно договориться, пойти на какие-то компромиссы. В этом нет никаких проблем вообще. Я человек, студент работающий, да, почти красный диплом получила. Вот этим очень горжусь, тем, что я успеваю сделать все. Вот. И у меня никаких абсолютно проблем нет. Плюс научная деятельность. Вам уже там негде писать, конечно. По поводу красного диплома, да? Красный диплом – это отдельная история. Смотрите, я человек, который закончил, у меня высшее образование, да, у меня есть диплом учителя истории. После того, как я выпустился, ни один человек за 5 или 6 лет с момента не спросил у меня про диплом. Ни разу, ни разу в жизни. Ну, если бы вы захотели устроиться по своей специальности, обязательно спросили бы. Мы же сейчас говорим про водоустройство по специальности, правильно? Конечно, СММщик, он может не получать диплом историка или диплом, как я, например. Так СММщик сразу будет получать намного больше, чем учитель истории. Да, конечно, понятно. Ему не надо для этого высшее образование. Возможно, возможно. А тем более уж красный диплом. Если он решит развивать свои какие-то навыки, да, самостоятельно, если он будет очень много работать над собой, если человек с огромным уровнем мотивации, с огромным желанием просто достичь своих каких-то целей, да, он достоин большого заработка, он достоин того, чтобы без высшего образования стать хорошим специалистом. И в чем тогда плюс высшего образования, если можно устроиться и получать замечательные деньги и без него? Да, Александра, если вы даже согласны, что, например, СММщик, он будет зарабатывать больше, то тогда вы, получается, что против высшего образования? Нет, ни в коем разе. Весь учитель не может пойти преподавать, учить детей без высшего образования. Психолог не может идти консультировать людей без высшего образования. Почему не может? Давайте мы загуглим сейчас психолог в Минске, нам выдаст тысячу ссылок и тысячу человек, и далеко не у каждого возможно, возможно, я подчеркиваю, есть диплом. Мы можем позвонить и уточнить этот вопрос. Они будут в шоке, это у них первый раз в жизни, за всю их практику спросят, если у вас диплом психолога. Как раз узнаем. Так, если, например, задать, опять-таки, я задала психолог в Минск. У нас высвечивается множество, абсолютно большое количество ссылок, на которые мы можем позвонить по номерам, которые указаны. И вот, пожалуйста, какого-нибудь психолога найти. Ну вот мы сейчас попробуем даже в режиме реального времени позвонить. Так, давай найдем номер телефона. Вот, видишь его? Да, я вижу. Вы пока можете посмотреть на наших красивых гостей, чтобы мы не засветили номер психолога, это не было в качестве рекламы. Леш, ну что, у тебя как-то вообще мнение уже меняется? Да. Ты уже приходишь, как будут делать самые мысли? Нужно все-таки или не надо? Я, наверное, больше склоняюсь к высшему образованию, потому что высшее образование – это база. Добрый день. Полина. Алло. Меня зовут Анастасия. Так, а вот скажите вот ваш... Добрый день, слушаю вас. Здравствуйте. По поводу, по поводу, звоню консультации психолога. Уточните, пожалуйста, в каком городе хотите записаться? В Минске. А то есть вы сам не психолог, я правильно понимаю? Вы позвонили в бесплатный сервис записи, в медицинский центр. Скажите, кто из специалистов вас интересует? Я могу записать вас на время. Меня вот интересует психолог. Прямо конкретно, кто специалист, мне сложно сказать. Просто консультация психолога. Я могу предложить вам запись даже на завтра. Учет принимать специалистов. А сколько стоит консультация? Консультация будет стоимостью 80 рублей. Спасибо большое. Ну вот смотрите, 80 рублей стоит консультация. Но, думаю, в центре люди, которым мы сейчас позвонили, все-таки, скорее всего, работают с высшим образованием, действительно, с дипломом. Это про центр, но мы попали в центр. Да, но мы это точно не знаем, потому что, если бы мы позвонили частному лицу, там уже другая история. Может, он курсы закончил и просто написал психолог, и он хороший СММчик. Я, как человек, который получает высшее психологическое образование, могу с уверенностью... Это такая неловкая история. С уверенностью сказать, что курсы для изучения каких-то психологических техник без диплома о высшем психологическом образовании вам никто не даст пройти. Хорошо, давайте какие-нибудь еще будем накидывать пасы. Я думаю, про психологию просто затронет такую тему. Вот смотрите, такие профессии, я не знаю, как моделинг, наш главный герой про эту профессию говорил, да, видеомонтажер, да, ну, наверное, нет высшего образования в профессии моделинга. На самом деле, мне кажется, что можно даже те же самые видео в интернете открыть и просто по ним обучиться. Хорошо, я немножко вот углублюсь в тему вообще высшего образования, да, зачем люди включают высшее образование, всегда высшее образование собой предполагает изучение какой-то научной деятельности, какой-то науки, да, каких-то теоретических знаний. Если бы моделинг под собой подразумевал какую-то науку, возможно, все-таки была бы такая специальность в УЗЕ, либо же какой-то монтажер, там, видео или что-то в этом роде, вот. Ну, я вот, например, дайте слово главному герою. Я вот, например, чтобы стать моделью, сам прошел курсы по моделингу. Ну, курсы все-таки есть, да, но я сейчас говорю про науку. И университет, это един, ну, БУС, скажем, да, институт, это единственное место в системе образования, где ты можешь получить научные знания и дальше, собственно, их развивать. То есть ты можешь пойти потом в магистратуру, в амспирантуру, получить какую-то научную степень. И это, кстати, мне кажется, один из минусов. Вот я загуглил минусы высшего образования, да, я не выступаю за плюсы и минусы, ну, я не выступаю за то, что надо в высшее образование, либо за то, что надо. Опять-таки я человек, у которого есть высшее образование. Минусы высшего образования, что пишут в интернете? Долгое время обучения, обычно это занимает 4-5 лет, а ведь за эти 5 лет человек может уже заработать деньги. Пожалуйста. У каждого есть свой путь, да, я сейчас выступаю именно за получение высшего образования, потому что это мой опыт, потому что это опыт моих друзей, потому что мы все счастливы, что мы будем дипломированными специалистами, мы собираемся дальше работать в этой области, да. Если есть люди, которых интересуют вещи, да, не связанные с научной деятельностью, они могут этим заниматься, пройдя просто курсы. Но доказывать, что, как бы, стать психологом можно без высшего образования, это невозможно ни в одной стране этого мира. Ну, мы сейчас зациклились только на психологии, вот как я знаю. Ну, как на моем примере, да, потому что все-таки красно. Вот от Александры была информация о том, что в ВУЗе обучают каким-то научным профессиям, там, психология, физика, математика и так далее и тому подобное, но сейчас создаются университеты, где обучают ведению как раз-таки популярных социальных сетей, таких как ТикТок, Инстаграм и так далее и тому подобное. Я предлагаю еще почитать, что пишут зрители в нашем Телеграм-чате, чтобы, возможно, даже как-то прокомментировать их мнение. Например, кто-то считает, что, конечно, образование нужно каждому, но это не обязательно должно быть выше. Кто-то считает, что, возможно, не обязательно выше. Например, вот Ритка Мэдм, да. Да. Дальше Иван Кахович считает, что я буду получать его, то есть, высшее образование. Я сейчас в восьмом. То есть наши зрители считают, что все-таки высшее образование необходимо. Но для чего вообще нужно? Зачем? Я думаю, знаете, на самом деле очень важный момент, в какой профессии ты хочешь реализоваться. Действительно, хирургом, да, ты не станешь без высшего образования. Не существует курсов по спасению жизни человека именно в хирургическом власти. Конечно, это... Но, ты знаешь, Жанна, мне кажется, это твой вывод. А вот какой же вывод все-таки сделал наш сегодняшний герой? Хорошо, узнаем. Да, давай узнаем. Что ты себе отметил? Да. Я думаю, что все-таки я пойду на высшее образование, потому что моделинг это, конечно, хорошо. Но, например, на моем личном примере моделинг, он не будет постоянным. Потому что работа, она есть, и работы ее нет. То есть я не буду всегда работать. А если же я пойду, например, откуда я, может быть, планирую поступать, это в БГУ, то по окончанию института я получу профессию, и по ней я уже могу дальше идти работать. То есть там у меня уже точно будет профессия работать. Спасибо большое за ваше мнение, за вашу дискуссию. Обращаясь к зрителям, хочу еще раз сделать важный акцент. Мы не призываем вас не поступать, либо наоборот поступать. Каждый из вас должен сделать выбор самостоятельно и взять ответственность за свое решение. Естественно, рядом с вами есть люди, которые уже это прошли, в том числе и родители, ваши знакомые. Консультируйте с ними, но помните, итоговое решение всегда будет за вами. Да, ну а мы в программе «Пин-код» помогаем вам определяться с будущей профессией. И вот я предлагаю посмотреть новые приключения нашего героя Константина Бондовича и узнать, куда же он отправился на этот раз. Давайте узнаем. Алло, Константин? У меня есть очень важное задание для тебя. А пробовать профессию... Босс, подождите, у меня же день рождения. Можно я сделаю себе подарок, выберу профессию самостоятельно? Нет, Константин, так не положено. Ну, разве что ты обещаешь, что все пройдет хорошо. Да, босс, вы можете на меня положиться. Результат вышлем по почте. Как бы он не натворил чего. День рождения – это еще не повод для отдыха. Нужно сделать рабочий день агента хоть чуть-чуть более разнообразным. Именно для этого мы отправились в Государственный профессионально-технический колледж хлебопечения. Пойдем, будет очень вкусно. Сегодня мы займемся очень сладким делом. Познакомимся с профессией кондитера. Для поступления в колледж нам понадобится заявление на имя директора, паспорт, шесть фотографий 3х4, документ об образовании, документы с предоставлением льготы, если она есть, а также медицинская справка. Во все времена кондитерские изделия пользовались спросом. И как они нравились как и детям, так и взрослым. Поэтому вообще мы соблюдаем традицию приготовления кондитерских изделий из натурального сырья. Хорошо. Расскажите, я так понимаю, есть как парни, так и девушки. У кого лучше получается? Мальчики иногда даже лучше в них отделка получается. То есть они творческие. Девочки больше любят тесто лепить. Первые кондитеры появились в начале 16 века. И эта профессия существует до сих пор. А в наше время профессионалы делают вот такие вот красивые сладости. Хорошо. А могу я сейчас что-то попробовать сделать здесь? Мы вам хотим предложить написать на торте с днем рождения. Это очень ответственное занятие. Я думаю, вы все помните, что я очень хорошо готовлю. Готово! А день рождения – это самый подходящий момент проявить свои кулинарные таланты. Мы детей сначала обучаем выдавливать не пальчиками, а именно кулачком. То есть здесь мы ручку держим, здесь мы направляем, как в письме. Ну, а я не буду долго думать и сразу попробую написать на торте. Я не профессионал, но делаю все профессионально. Так, приступаем. Вот здесь пишем букву «С». И последний штрих. Вот и все. Теперь праздничный торт полностью готов. Я официально заявляю, что это самое идеальное, что я когда-либо делал. Практически идеально. По-моему, идеально. Я считаю, это идеально. 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 У меня нет слов. А перед тем, как попробовать этот прекрасный торт, давайте все же узнаем, что у нас в финансовом плане. Новичок в этом деле может рассчитывать на 650 белорусских рублей. Профессионалы кондитерского дела могут зарабатывать примерно 800 рублей. Теперь можно пробовать. Я, честно говоря, очень сильно волнуюсь, потому что, ну, сам же делал. А вдруг что не так? У меня нет слов. Это просто, это очень вкусно. Алло, босс, докладываю. Опробовал профессию кондитера. Она мне очень сильно понравилась, потому что можно проявлять свою фантазию в работе. А потом вкусно поесть. Ну, я надеюсь, что все прошло хорошо и тихо. Результат меня порадовал. Выглядит даже съедобно. Ага. И это значит, что я молодец. Константин, не расслабляйся. Впереди еще куча заданий. Молодежный интерактивный проект «Пинкод» продолжается. Друзья, мы сегодня обсуждаем тему различных профессий. И вообще нужно высшее образование или нет. И вот, например, профессия, которая в этот раз освоил Костя, это кондитер. Почему бы и нет? В принципе, я думаю, тем, кому будет это интересно, можно себе пометить. Ну, давай раскроем небольшой секрет нашим зрителям. Да, у нас дискуссия по поводу того, необходимо ли высшее образование образовалось. И за кадром наши сценаристы, продюсеры, режиссеры, они тоже между собой начали спорить. И на самом деле мнения-то абсолютно разные. В плюс высшего образования можно занести то, что ты находишься в социуме, ты находишься в коннекте. И тот же социум, с которым ты рядом, он тебя обучает. И этого на курсах получить невозможно, сидя перед компьютером, перед экраном монитора. Ты общаешься действительно с опытными людьми, с профессорами, которые так или иначе могут поделиться своим опытом. А этого на курсах тоже не получишь. Поэтому, действительно, тут чаша весов может склоняться как в одну, так и во вторую сторону. Но помните, что эту чашу весов в первую очередь склоняйте вы сами. Да, и вот сейчас задумался на тему того, как вам, старшеклассникам, приходится. Не просто, не просто, это школа, это подготовка к экзаменам. Да, еще контрольные поступления, домашние задания. Да, да, Жан, ты знаешь, чтобы поступить, нужно еще до этого очень знатный кусок времени отучиться. И очень огромный объем работы проделать. Ты знаешь, это очень-очень тяжело, потому что... Но если бы ты делала домашнее задание сразу, а не растягивала эту всю историю, то было бы легче. А, ну вот возможно, может быть, есть какие-то лайфхаки? Так, у тебя? У меня есть. Пожалуйста. Ты знаешь, многие говорят, что лучше, например, начать выполнение домашних заданий с каких-то заданий, которые нужно сдать быстрее всего, потом перейти к сложным, а уже только потом делать самые легкие. Вот такие лайфхаки от старшеклассницы Илона Камоская. Берите на заметку, еще больше интересного контента вы увидите сразу после рекламы на телеканале «Беларусь-2». Оставайтесь с нами. Прямой эфир на телеканале «Беларусь-2» продолжает молодежный интерактивный проект «Пин-код». И мы сегодня дискуссируем тему, нужно ли вообще высшее образование или нет. А пока вы пишете свое мнение в нашем телеграм-чате, предлагаю посмотреть очень интересную историю, вспомнить вообще русскую литературу от нашего корреспондента. Давайте посмотрим. Для тех, кто так хотел прочитать, но все же не смог открыть. Это классика русской литературы, которая покорит твое сердце на все 100%. Михаил Афанасьевич Булгаков «Собачье сердце». На календаре декабрь 1924 года. Погода совсем не радует москвичей. И в особенности страдающего пса Шарика от холода, голода и жуткой боли от ожога кипятком. Собаку прикармливает колбасой некий господин в шубе. Пес послушно следует за своим спасителем и оказывается на пороге хорошего дома со швейцаром. Шарик стал новым членом семьи в доме профессора Преображенского. Профессор – хирург с очень интересными возможностями. Способен омолодить слилбово в два счета. Главное – за хорошую плату. Шарик достаточно быстро освоился и привык к такому количеству пациентов в доме. Это определенно не может не радовать. Но вдруг пёс становится невольным свидетелем скандального визита профессора Швондера, серьезного мужчины, председателя домового комитета и его прихвостней. Цель визита в то же время обычная. Комитет требовал от Преображенского уплотнения в жилищных условиях. Квартир, кто у него, большая, всем хватит. Профессор Филипп Филиппович, недолго думая, звонит одному из своих влиятельных пациентов и вмиг решает все вопросы. Вот что значит жизнь хороша и жить хорошо. Особенно для Шарика – никаких криков и насильственных методов воспитания. После холодной улицы собака здесь, как в раю. И еда тут намного вкуснее, но не в этот злосчастный день. Звонок, суматоха и Шарик в запертой комнате, без еды, без воды. Не стоит переживать. Это была всего лишь часть четкого плана профессора по трансформации и воскрешению Клима Чугункина. На тот момент – покойного. Шарику планировали пересадить семенники и гипофиз. Это определенно могло бы вызвать прорыв в медицине. И пес бы с профессором вошел в историю, только, вероятнее всего, ценой своей жизни. Но Шарик был довольно закаленным природой и московской погодой. Он справился с этой нелегкой операцией, только, похоже, теперь он совсем не Шарик. Ученик профессора, доктор Барменталь, начал замечать, что у собаки попадает шерсть, вытягиваются кости и даже меняется череп. Короче говоря, Шарик превратился в настоящего гражданина. Трудно воспитуемого, но все же гражданина. Теперь он полиграф-полиграфович Шарик. Он превратил жизнь профессора в сущий ад и не давал ему покоя. Преображенский хотел бы выселить Шарикова, да после недавнего конфликта с домовым комитетом не хотел ступать на те же грабли. Только вот полиграф-полиграфович эта проблема намного серьезнее, чем домком. Теперь Шариков ведет максимально светский и разгульный образ жизни. Поводит из себя всех и вся, особенно тех, кто с момента его преображения уже давно не в себе. Шариков с каждым днем поражал профессора и пугал одновременно. Теперь он требует узаконить свое проживание, устраивается на работу в комитет по отлову домашних животных и ворует деньги из кабинета Преображенского. Теперь уж точно с ним нужно что-то делать. Из всех вариантов самым простым выходом из ситуации был бы мышьяк. Идея Барментали звучала заманчиво, но профессор наотрез от нее отказался и продолжил винить себя в создании этого неизведанного природой и человечеством существа. Шариков решил добить психику профессора. Бывший пес явился в дом с невестой, только поправочка, с временной невестой. Дама сбежала после того, как узнала всю правду про своего ненаглядного. После такого гнусного поступка Шариков сходит с ума окончательно и жаждет только одного – мести. После прихода одного из пациентов, довольно влиятельного, в военной форме, профессор осознал, что больше не может терпеть выходы этого создания. И загнав в угол Шарикова, чуть не лишился ученика. Полиграф Полиграфович угрожал доктору Барменталию пистолетом, на что других методов борьбы у врачей не было. Это, безусловно, стало сигналом скорейшего возвращения собаки Шарика в дом Преображенского. Вы не поверите, но полиграфа Полиграфовича долго искали, особенно председатель домкома Швондер. Но на пороге его теперь встречал прекрасный пес, отдаленно напоминающий мне послушного гражданина. И все же, как доброе собачье сердце могло стать частью полиграфа Полиграфовича, все еще остается загадкой Михаила Булгакова и его творение «Собачье сердце». Но это уже другая литературная история. Друзья, за время сюжета я прочитала все ваши комментарии в нашем телеграм-чате, где вы высказывали свое мнение по поводу того, нужно высшее образование или нет. И вот пресс нашел своего победителя. Сегодня этот замечательный набор от Офистон Маркет выигрывает Кристина Шаровар, которая считает, что образование нужно всем. А каким оно будет, решать только самому. Если для родителей, чтобы похвастались, то не надо, а для работы надо высшее образование. Это хорошая очень на самом деле мысль. Мы тебя поздравляем за твои мысли, за твои слова и комментарии. Ты получаешь вот этот классный подарок. Мы обязательно свяжемся с тобой и расскажем, как ты его сможешь получить. Но сегодня во время прямого эфира программы «Пин-код» мы разбирались, нужно высшее образование или нет. И я думаю, что вы подвели для себя какие-то определенные выводы. Очень важная тема. Ну а помните, что мы не призываем вас не поступать либо поступать в университет. Мы просто раскрываем одну и вторую сторону. Жан Синкевич и Лон Камоско сегодня были с вами. Всем пока, ребята! Пока, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова